вот смотрите друзья и не друзья тоже хотел бы предложить вашему вниманию настолько фантастическую идею что сам себе ну что-то несешь какой бред кто вообще-то слушать будет ты сам себя вообще слышишь что ты несешь но все-таки вот логика другие факторы как бы тоже аналитические давят чтобы вам высказать такую идею что смотрите вот есть же у англии фалкленды да свои острова я веду если судить чисто территориально ну геопарактически есть но это одна страна это this great britain ну почему бы нам не стать great ukrainian sweden у нас есть один флаг иногда даже там перевернутый есть иногда он не желто-блокитный а блокит на желтый у шведов ну копия как в украине но дело не во флаге даже и даже дело не в том что они ну сейчас под леваков попали шведы хотя они это осознают уже начали осознавать многие дело не в этом дело в том что у нас нет в европе как такового ну супер друга супер брата который даже и не знает и не догадывается что оказывается у них у шведов есть такой супер брат или сестра больше сказать как ukrainian как украина но если начать учить в школах шведский язык если начать вообще культуру входить внедряться в эту культуру вникаться тормс небольшим бит станком часу мы вполне можем стать одной державой с двумя суверенами то есть одним целым как америка теперешняя и англия то есть как англосаксонская культура потому что она германия это постоянные предатели их не интересует также как и голландии ничего кроме себя а вот шведов все-таки шведы они ну одиночки они бедняжки такие солитюд сатитюд андес лайнд земля у них торф камни камни скалы и торф а у нас родючая земля и культурова культурно традиции шведцы были бы для нас настолько полезны что вы себе просто не представляете но я жарю для кого-то это настолько вообще дикие вещи скажут что-то дурачок полазил полазил там четыре месяца в швеции проморгал безвиз свой теперь блин сочиняет какие-то бредовые истории ну может когда-то большему числу людей они не покажутся бредовыми может когда-то проснется какой-то коллективный разум не знаю судьба такая вещь чтобы почему вот вдруг в швецию да у меня бы мог бы появиться бы знакомства голландии шмоландии и тому подобное оку обкуренных или еще где-то или in germany я вообще немецкий стараясь подучивать а то именно в швеции вообще там где вообще не боя моего абсолютно там с трудный язык для обучения потому что хочется сказать на и выше а вообще другое слово то есть от викинги все-таки это больше украинцам присущи чем рабы среднеазиатские или рабы царя блин вот этого кремлевского все-таки мы ближе к викингам как бы там как бы там не было но флаг у нас the same like in sweden dear ukrainian people ну и пару слов скажу что вот с поляками мы никогда не станем равнозначными братьями потому что не те это люди которые довольствуются так сказать равнозначным equal рангом с тобой абсолютно не делили то есть когда ты говоришь от тебя приехал с украины поработать вот все это блин шляхта они себя ведут как шляхта по отношению к тебе а когда ты говоришь или например швеции я там не работал ну вот когда там работаешь или встречается дела какие-то золотая то говоришь то есть ты в швеции и когда они чувствуют рангом что ты выше их все они уже к тебе как к шведу чуть ли не относятся потому что ты ему что-то золотить только стоит тебе что-то вот рангом упасть ниже все на тебе на плюют расплюют растопчат потому что ну такие люди блин они были или шляхты или блин были рабами и все под шляхты третьего для них до сих пор в культуре их не к сожалению не существует маленький пример что сколько вот работодателей как бы встречал ну часто практически все время попадаются такие что которым тем работодателям работники не нужны как работники работоспособные нет им нужны жополизы и вот они потом этих жополизов конфронтируют и сталкивает лбами а потом смотрят как эти сучки жополизы откуда бы они только не были или с украины или стоишь самой польши откуда угодно они тешатся они и их тщеславия тщедушная и себя любя самолюбия вот это ведь чуть-чуть а ночью шляхты что они там под наркотиками сидят после под бухлом а человек который под бухлом он же не просто пьет так алкоголики или на рек он же кого-то заебывает этим своим поведением когда нема вот в лесу живет ну чем будет пить это нелогично вот когда он действует на нервы своим вот этим чмошным вонючим поведением числа вот тогда это тешит его лимбическую систему потому что другой системы духовно у них как таковой вот вот о таких работодателей не существует не существует поэтому я же говорю что они тешатся от жополизов они отработников когда я говорю что посмотри так и так это ж херня полная время потраченное на зря это ж минус тебе минус значит как фирме твоей заработка ну и минус ты же бегаешь как дурачок кричишь она тебя те же самые или русские там или белорусы или украинцы смотрят и думает блин ты что думаешь что ты кричишь что ты такой крутой они наоборот думаю что ты дурак что ты не можешь организовать производство и бегаешь на всех орешь там блин понимаешь конфронтируешь а он дурачок этого не понимает у него он по ним у него нет таких понятий я там не говорю зоновские понятия ну хоть какие-то общечеловеческие понятия а там нет поэтому говорю о какой больше мы можем тут речь вести олли свин ала the best bloody friend and brother и реально поверьте друзья я вот херню вам реально уж кому-кому своей державе нэнке в чизне советовать как быть кого брать в френды ну ну абсолютно не буду нау джази джази Субтитры сделал DimaTorzok